Всем привет! Хаюшки, привет! Друзья, подписчики, у нас сегодня приятнейшая, наиприятнейшая новость! По бумажке не читай. Нас сегодня... 15 тысяч. На 15 октября 2018 года. Всем спасибо, что вы с нами. Что смотрите нас. Что верите нам. Что мы вам тут рассказываем. Хорошее или плохое. Ну, мы стараемся рассказывать правду. Наш канал о правде. Ой, правдистый мой. У Юры привычка, кстати. Где бы он не встал фотографироваться или еще где, он всегда мне притянет и обнимет. Не знаю, что за привычка. Короче, что мы хотели вам сказать. Это отступление. Это не по тексту. Ну, что ты делаешь? В общем, я тут набросала на листочки, чтобы ничего не забыть и ничего не пропустить. Огромное-огромное спасибо тем, кто смотрит и подписан на наш канал. И тем, кто не подписан. Тоже спасибо. И тем, кто пишет нам комментарии. И гадости тоже пишут. Юра, ну, может, ты перестанешь уже, а? Ну, дай мне сказать важные слова. Отдельное спасибо тем, кто пишет слова поддержки. Говорит и показывает. Я Юрика щипаю за руку, чтобы он заволчал. Очень-очень благодарны вам. Ну, правда, благодарим вас за это. Вы представляете, как ваши комментарии окрыляют? Вот меня, например, они окрыляют, как маленького ребенка. Я думаю, что такое? У тебя крылья растут? Да, пробиваются сзади. Если вы мне напишите какие-нибудь хорошие комментарии, я прочитаю, я так рада летаю. И думаю, господи, охота вот это сделать лучше. Ты медленнее говори, а то многие не слышат. Я таратурю. Охота вот это сделать. В общем, столько сразу планов и мотивации вот эти ваши на новые какие-то свершения, короче. Я скоро звезду открою, Юрик. Так, это не по теме было. Я не знаю, меня Юрик перебил. Я вообще сижу молчу. Перебил я кого-то. А вот знаете, хотела сказать тем, кто впервые на нашем канале. Ну, некоторые же вот, например, раз зашли, кто такие? Зачем они тут? Что они делают? Я тебе умную вещь слушать скажу. Да. Рассказывай все спокойно. В общем, это мой муж Юрий. Ему 53 года. Уже 53. И я, его жена Лариса. Мне 49 лет. Еще 49. Еще 49 лет. Я домохозяйка. У нас есть... Хозяйничает дома. Что хочет ее делать? У нас есть сын Андрей. Знаха Татьяна. Наша маленькая звезда Настя Иванова. Вы ее часто видите? Да, на нашем канале. И у нас есть также внучка София. Ну, она еще пока не звездит на канале. Ну, наверное, в будущем будет. Еще не очень хорошо разговаривает, но мы надеемся, скоро начнет. Также у нас есть наша... А, они живут в городе Барнауле. Семья сына. А семья дочери нашей Наташи, ее мужа Джареда и сына Александра, живет в США. И у нас тоже, кстати, есть на канале плейлисты, как я езжу в гости и так далее. Вообще, на нашем канале очень-очень много плейлистов. И тут не так давно... А вообще у нас почти 900 видео. Там 888 я сегодня начитал, что ли. Обалдеть. Ну, у нас много закрытых. Ну, много-немного. Ну, может, 10%. Пусть 80. Которые мы еще не ставили. Да. А 800 точно есть. Ну, в общем, наша дочь Наташа планирует открыть новый плейлист, который будет называться... Ой, в котором она будет рассказывать о правильном питании, о занятиях спортом. Сейчас это у молодежи очень модно. Да. И она тоже не отстала от этого. Тоже занимается. И тоже кушает правильно. И занимается спортом. И косметику какую-то там, может быть, будет показывать. Ну, много чего у нее есть показать. Но она у нас все пытается и не знает, как себя применить на нашем канале. Кому будет интересно. Я говорю, вот, веди такую рублику, как ты худеешь, как ты занимаешься и так далее. Толстеешь, а потом опять худеешь. Также сейчас она пока все выставляет в Инстаграме. Вот тут вот где-то, может быть, Юрик сделает ссылку на ее Инстаграм. Кому интересно, можно пока подписаться. Кстати, она мне говорила, чтобы мы начинали уже развивать Инстаграм. Ну, я вот никак не могу еще, понимаете, освоить это. Хотя у меня есть... Ну, потому что бестолковый. Хотя у меня есть гаджет, который она же мне и подарила, чтобы я это побыстрее в ногу со временем шла. Как у меня всегда муж говорил, тебе надо новый телефон, нужно шагать в ногу со временем. Не отставать от других людей. Это я еще и говорил в 12-м году. Да, да, да. А сейчас, когда мы купили вот это вот сенсорное... Когда он пошел мне покупать сенсорный телефон, я говорю, ну а что он мне нужен? У меня хороший телефон. Нет, говорит, он тебе нужен, потому что ты будешь отставать от людей. Ну вот, это мы отвлеклись от темы. У нашей внучки Насте, звезды нашей, тоже есть Инстаграм. Сегодня, представляете, вечером лежу, она мне в WhatsApp голосовым сообщением. Баба Лариса, срочно смотри мой Инстаграм. Ну, пришлось включать, ставить ей там сердечки, лайки. Она любит это дело. Ну, и у внука тоже есть. А, и у внука есть. Продвинутая молодежь, два года уже пользуется Инстаграмом. Да, два с половиной года. Не говори. Вот такие вот мы. У них есть то, что у нас появилось после 50. У них два года уже. Ну, это же хорошо. Дети должны жить лучше, родители. Ну, да. Давай теперь дальше расскажем. Для этого мы живем. Мы живем в небольшом городке. В 2018 году, ну, такая перепись вроде была. И у нас в городе примерно 73 500 человек проживает. Там 400 чем-то, 437 или что-то типа этого. И город наш на Валтасе... Мы переехали примерно 25 лет мы уже здесь живем, да? 24. Ну, около 25 лет. Мы переехали из Казахстана, из города Семей. Ой, раньше-то он назывался Семипалатинск. Поэтому нам так близок наш Казахстан. Хотя Юрик родился на Украине, поэтому ему близка еще и Украина. Поэтому нам близка и Украина, и Казахстан. И Америка. И Америка, и Беларусь даже. И Германия тоже. И Германия. У нас там родственники. Ну, вот так вот мы расселились. Так, что еще хотелось бы сказать? По планете, Земля. В основном по северному полушарию. Как я, когда набрасывала текст себе для писанины. Я так написала там фразу такую. Мы обычная семья. И мне так сразу письмо Татьяны Конегину в голову пришло. А мы ничем мы не блестим. Хоть вам и рады простодушно. Ну, это так, строчки. А мне слова Сережи Есенина. Как там? Расскажи начало. Ну, я не знаю, что именно. Я хожу по траве, босы ноги мочу. Ох, я терпеть не могу. Я такой же, как все. У кому-то Пушкина, кому-то Есенин. Мне ближе к Пушкину, а тебе Есенин. Серега. Вообще, вот как обычно. А что бы мы хотели пожелать нашим зрителям? Я бы хотела пожелать всем здоровья. Поехали, чтобы все были как все. Я хочу пожелать всем здоровья и всем семейного счастья. Будьте счастливы, друзья. Смотрите нас. Что-нибудь вам покажем новенькое. А может не покажем. Сильно не осуждайте. Не ругайте. Как можем, так снимаем. Мы не операторы, мы не режиссеры, мы даже... Не артисты. Не артисты. Вернее, артисты, наверное. Как мне мама говорила. С погорелого театра. Театр наш сгорел давно. Артисты разбежались и вот бродят, где попало. А мы теперь это... Бродячий канал Юрия и Ларисы Ивановы. А мы бродим по просторам интернета. Это, конечно, все позитивно. И я не хочу сегодня рассказывать о негативе. И вообще, конечно, вы там пишите, что вы такие позитивные. От вас там исходит тепло, добро и так далее. Вы не представляете, что я сегодня увидела. Я была крайне возмущена. А сделать ничего не могу. Конечно, это будет отдельное, наверное, видео, если я смогу это сделать. И рассказать вам об этом. Это видео будет о моей маме, которая сильно болеет. Я не могу ничего сделать. Ладно, закончим на позитивном. А про это видео ты лучше сделаешь отдельно. Ну, если смогу, говорю. Да, если сможешь. Ну, так. Всем пока. Всем пока-пока. Всем до новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok